Дорогие зрители, в Барселоне разгорается громкий скандал между советом директоров и игроками команды. А в мадридском реале Серхио Рамос отказывается продлевать контракт. В свою очередь Эрлинг Холланд становится главной звездой 2020 года. Об этом и не только в нашем обзоре новостей из мира футбола. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Бартамео против игроков Барселоны За неделю каталонцы вляпались в два скандала. Первый с подписанием форварда Лиганеса Мартина Брейтвейта, которого Барси разрешили дозаявить вне трансферного окна из-за травм Суареса и Димбеле. Каталонцы выплатили за 28-летнего норвежца сумму отступных в 18 миллионов евро и забрали его без уведомления Лиганеса. Понятно, это не понравилось боссам упомянутого клуба, которые заявили о несправедливости того, что игрока просто увели из-под носа, а заменить его некем, так как Ла Лига не разрешила Лиганесу найти замену. Но это еще цветочки по сравнению с другим скандалом. Испанские СМИ представили доказательства, что руководители Барселоны заплатили 1 миллион евро компании, осуществляющие мониторинг социальных сетей, чтобы очернить ряд игроков и обелить репутацию Совета Директоров, который в последнее время подвергается критике. Были представлены досье на 36 страницах, в которых зафиксировано сотрудничество Барселоны с компанией, ответственной за критику Месси, Пике, Гвардиолы, Пуйоля и других. В договорах упомянуты аккаунты в соцсетях, на которых следовало произвести атаку. Самое интересное, что руководителем этой заварухи является правая рука президента Барси Хосепа Бартамео. Конечно, Бартамео опровергает все обвинения, грозится судом за клевету. Кроме того, встретился с игроками, чтобы разъяснить ситуацию. При этом Барселона расторгла контракт с этой шпионской конторой. Похоже, заметают следы. Эрлинг Холланд – король Дортмунда Футболист разнес Барис Инжермен в первом матче на стадионе Баруси и оформив дубль. Кроме того, установил пару рекордов. Холланд забил 11 голов в своих первых 7 матчах за Дортмунсов во всех соревнованиях. Еще ни одному игроку за всю историю Бундеслиги не удавалось такого. Кроме того, он отличился в своих дебютных матчах за клуб в чемпионате Лиги Чемпионов и Кубке Германии. Эрлинг стал первым игроком, забившим за две команды в одном розыгрыше Лиги Чемпионов. 19-летний спортсмен отмечается голами каждые 46 минут в Лиге Чемпионов и каждые 38 в Бундеслиге. На 14-й минуте Холланд выдал спринт на 60 метров 20 сантиметров, и на эту дистанцию ушло чуть более 6,5 секунды. Рекорд Норвегии на 60-ти метровке – 6,55, а мировой на соревнованиях в закрытых помещениях – 6,34. Вот это спринтер! Тем не менее, Неймар забил один ответный гол, поставив кое-какие шансы ПСЖ на дальнейшее прохождение. Но после матча бразилец высказал свое недовольство. Трудно было не играть на протяжении четырех матчей к ряду, но это был не мой выбор. Это решение клуба, врачей. Я хотел играть и чувствовал себя неплохо, но клуб испугался, и это отразилось на мне. Рекорд Дениса Черышева И немного о других результатах Лиги чемпионов. Аталанта разнесла Валенсию 4-1. Мяч за летучих мышей забил Черышев. Российский полузащитник заколотил самый быстрый гол команды в Лиге чемпионов, выйдя на замену. На это ему понадобилось две минуты. Тем временем Тоттенхам проиграл дома 0-1 РБ Лейпцигу. Единственный мяч с пенальти забил Тима Вернер. Им активно интересуется Ливерпуль. А вот Жозе Мауринью не может победить в плей-офф Лиги чемпионов уже 6 лет. Последнюю викторию в матчах на вылет он добыл в 2014 году, когда его Челси обыграл ПСЖ со счетом 2-0. И, конечно, отметим поражение Ливерпуля, который проиграл впервые в 2020 году. Забитый гол Сауля превратил Атлетико в фаворита. Но Юрген Клопп и Эндрю Робертсон прямо сказали, что на Энфилде будет совсем другая игра. Мадридский Реал не может продлить контракт с Рамосом. Соглашение Серхио с Королевским клубом истекает летом 2021-го. Но стороны не могут договориться о пролонгации. Первая преграда. Возраст капитана. На момент истечения контракта ему будет 35. Реал в соответствии с политикой клуба не намерен предлагать соглашение больше, чем на год. Второй момент. Зарплата Рамоса. Сейчас он получает 14 миллионов евро в год. Но Реал хочет урезать его гонорар, чтобы вписаться в финансовый фэйрплей. Наверное, этим объясняется и другое. Реал по-прежнему заинтересован в поле Пагба. Но летом будет готов заплатить за него не более 60 миллионов евро, так как его контракт с МЮ истечет в середине 2021-го. Да и сам француз давно лишен игровой практики. Конкурентом Реала будет Ювентус, который готов предложить за полузащитника 60 миллионов, плюс включить в сделку Аарона Рэмзи. Самое интересное, что Манчестер Юнайтед планирует выручить за Пагба 150 миллионов. Лионель Месси хочет перехода Мартинеса в Барселону Недавно Лео дал большое интервью, в котором рассказал о тяжелой ситуации внутри клуба, о своей личной жизни и о многом другом. Кроме этого Месси спросили, хотел бы он, чтобы в Барселону перешел его соотечественник, форвард Интера Лаутаро Мартинес. Ответ был однозначным. Мартинес очень силен, у него отличное завершение при выходе один на один, много забитых голов. В штрафной он может побороться с кем угодно, устойчив на ногах, меняет ход движения и забивает. Качественный и разносторонний игрок. Лаутаро очень похож на Суареса. У них прекрасная координация, они хорошо держат мяч во время прессинга и при голах. Луис имеет огромный опыт и может помочь адаптации Лаутаро как в клубе, так и в целом в Ла Лиге. Но пока это лишь догадки. Ранее в прессе говорили об интересе со стороны миланского клуба к Тоби Алдер Вейролду. Теперь сообщают. Летом Интер попробует подписать двух других бельгийцев, Дриса Мертенса и Яна Вертонгена. Тоттенхэм не предложил Вертонгену новый контракт, поэтому в летний период он станет свободным агентом. В свою очередь Наполи пытается удержать Мертенса, но тот сам не спешит продлевать соглашение и тоже летом рискует стать свободным агентом. Несмотря на возраст игроков, им обоим по 32. Антонио Конте уверен, они усилят команду. Да и Ромелу Лукаку точно поможет освоиться соотечественникам. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи! До встречи!